Попал не знающий, не владея информацией, даже не представлял, что будет. Мужики, здесь делать нехер. В прямом смысле. Почему? Здесь люди сами справляются со всем. И не надо в это попер влезть. Что с тобой случилось сейчас? Обстреляли в колонну, перебиты ноги. Где обстреляли? У жены на территории Украины. Обстреляли колонну, попал в больницу. Дай бог, вылечись. Кто у тебя в родине остался? На родине остались двое детей и жена на издевении. Не надо сюда ехать, братцы. Ты у нас оказали? Помощи хорошую оказали. Больше не надо сюда лезть. Бандераться ты здесь не видел? Бандераться вообще не видел. Ты сожалеешь о том, что ты сюда приехал? Очень сожалею. Приехали в командировку под предлогом учения. С личным составом, который составляет 80% срочников. Но на Украину воевать ехать не собирались. Убивать тоже никого не собирались ехать. Сейчас я нахожусь в городе Полтава, живой, здоровый, в плену. Хочу передать, чтобы прекратились военные действия на территории Украины. Бессмысленные. Люди гибнут. Солдаты гибнут, матери дома ждут, волнуются. С тобой все в порядке? С тобой все в порядке, живы, здоровы, накормы. Должность в порядке. Начальник службы, помощник начальника штаба по защите государственной дании. Как попал на территорию Украины? И когда? 27 числа построили, в 5 утра сказали, выезжайте. Где построили? В части? В Белгороде. Так. И прибыл. Ехали в колонию. Какая задача стояла у вас? КАМАЗ. КАМАЗ. Как ранее доведено, доехать до Сумы. А там что? Там окружение взять, наверное, город. Но больше командир не доводил к этому францию. Больше с разведчиками общался. Так, окружение город, да? И дальше. Город Сума окружение? Точно. У вас конкретно задача стояла против Украины, правильно? Против Сумы, да. Против Сумы, но это территория Украины. Так точно. Что хочешь сказать? Чтобы война тебе кому-то нужна вообще. Очень страшная, я беда. Ну и что ты хочешь сказать своим россиянам? Не идите сюда. Не слышу громче. Не идите сюда. Почему не идите сюда? А потому что не как здесь. Тоже люди живут. Они как по телевизору показывают. Так а что ты не бросил присягу и сказал не идите сюда там? У тебя родственники есть? Да. К тебе домой приходят оккупанты? Нет. Ну ты представляешь, тебе грады начнут бить по твоей территории. По вам, по желным, по ветерам. Я все прекрасно понимаю. Ехали на учения. Город Белгород. Мы еще подорвали и сказали садиться на машину по колоннам и следуйте за колонной. Так. Дальше. Мы приехали, доехали до границы. Мы спросили у командира взвода, что мы делаем на границе. Он нам ничего не ответил, сказал едьте дальше за колонной. Мы поехали дальше за колонной, доехали до города, на кольцевой. Мы потеряли колонну. Какого города? Первого, самого, ближайшего. Какая территория? За границей уже. Территория какой страны? Украина. Вы с какой целью сюда ехали? Мы не знаем задачу, не знаем цели. Нам вообще ничего не доводилось. Что ты хочешь сказать? Я хочу сказать, что мне нужно ехать на Украину. Сейчас какая? Вольн скачает 91701. Где она находится? Подмосковье, город Нарфа-Минск. Что ты хочешь сказать? Чтобы не ехали сюда воевать. Здесь люди не хотят войны со Россией. Они воюют только за то, что русские нападают на них.